Проходя по исторической части города, многие из вас видели эту вывеску. Старожилы ещё помнят, что по адресу площадь Свободы-18 сразу после войны располагались городской отдел ЗАГСа и областной архив органов ЗАГСа. Последний здесь остаётся и по сей день. На площади почти в 160 квадратных метров хранятся порядка 15 тысяч книг. Именно сюда сдаётся информация из 200 сельских исполнительных комитетов, 16 районных и трёх городских отделов ЗАГСа за каждый год работы. Всё, что нарегистрируют наши органы ЗАГСа в Брестской области, всё поступает сюда, как вторые экземпляры на хранение. Проходят статистическую обработку, формируются в книге, и дальше уже идёт работа. То есть архивы обычно традиционно чем занимаются? Комплектование, учёт, сохранность обеспечения, использование, то есть обеспечить пользователей теми документами, которые положены по статусу организации, в которой они на сегодняшний день хранятся. В этих документах отражены важнейшие события в жизни людей, которые подлежат регистрации. Рождение, заключение или расторжение брака, установление отцовства и не только. Сложно представить себе, но всё это достояние обслуживают всего два сотрудника. Это профессионалы, которые знают и любят свою работу. Специалисты не только хранят записи, выдают, но они ещё и вносят изменения и исправления, потому что в течение жизни, если человек развёлся, значит надо найти запись о браке и поставить отметку о расторжении брака. Если человек изменил фамилию и составлена запись о перемене фамилии, значит надо найти запись о его рождении и произвести изменение фамилии. Если произошло установление отцовства в отношении ребёнка, значит должны открыть, найти запись о рождении ребёнка и внести туда новые сведения. То есть, по сути дела, если традиционно архивы только хранят и выдают то, что они хранят, то специалисты областного архива органов ЗАГСа, они ещё и изменяют. Точно так же, как изменяются первые экземпиары записи, точно так же дублируются изменения, происходящие из-за фактов и событий в жизни людей, точно такие же изменения вносят. То есть, объём работы у них очень большой. Записи актов гражданского состояния – это документы, которые запрещено уничтожать. Они должны храниться вечно. Однако, с учётом того, что в год сюда прибывает порядка 280 новых книг, им просто не хватит места. Согласно закону, документы находятся здесь 75 лет, после чего передаются в исторические хранилища Минска и Гродно. По этой причине самые ранние документы относятся к 40-м годам прошлого века. Данная книга – записи акта о рождении, составленные по городу Бресту, с 1944 года. Первая запись датируется 21 августа 1944 года. Это период, когда начал работать орган ЗАГСа города Бреста. В запись акта гражданского состояния всегда вносится фамилия, имя отчества ребёнка, его родители, дата рождения, какой ребёнок по очерёдности, первый, второй или третий, национальности родителей. А также, если при регистрации торжественной присутствовали дополнительно свидетели, их тоже вносят запись акта. Сегодня группой архива осуществляется две административные процедуры. Выдача повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния и выдача справок, содержащих сведения из записи актов гражданского состояния. Для получения этих документов сюда и обращаются жители Брестского региона. Все они могут быть уверены, что здесь их встретят грамотные, скрупулёзные и ответственные специалисты, которые по каждому запросу с лёгкостью найдут любой документ.